Память святых Разное обозначение – апостолы, преподобные, мученики. Владыка, назовите, пожалуйста, примеры и расскажите, чем они отличаются. Ну, во-первых, это пророки, святые, которые прославлены еще в ветхозаветной церкви, те, которые предвозвещали, пророчествовали о пришествии в мир Христа Спасителя, Мессии. Вот, их достаточно много, мы знаем о них из Библии, из Ветхого Завета, это Моисей, пророк и боговедец, Наум, Аввакум, и достаточно много пророков. Все они так или иначе говорили о пришествии в мир Мессии, о его рождении от Девы и о проповеди всем народам, которые населяют землю. Затем с возникновением церкви христианской появляется такой вид святости, как апостолы. Это ученики Христа Спасителя, мы о них читаем в Новом Завете, там перечислены их имена. Это те, кто при жизни вместе со Христом странствовали по иудеи, и были слушателями его проповеди, и помогали ему в его проповеднической деятельности. Затем они были свидетелями его крестных страданий, смерти и воскресения. А после Пятидесятницы, когда на них сошел Святой Дух, апостолы обошли всю тогдашнюю вселенную, так называла себя Айкумены, те страны, которые были расположены вокруг Средиземного моря. И они проповедовали Евангелие, проповедовали Христа. Да, их усердием были созданы христианские общины, рукоположены первые епископы, пресвитеры. Таким образом возникла христианская церковь, та, которая существует и сейчас, и членами которой мы с вами являемся. Кроме апостолов есть такой еще лик святости, как равноапостольные. То есть те, кто равен апостолам. Ну, это в основном те правители, которые своими трудами, своей жизнью способствовали принятию христианства теми народами, которыми они управляли. Равнопостольным назван святой Константин Великий. Вот еще здесь была такая практическая вещь. В Константинополе существовал храм 12 апостолов, в котором находилось 12 символических гробниц 12 апостолов. И 13-я гробница была императора Константина. И вот это, собственно говоря, откуда возникло это название равнопостольные. То есть он равен апостолам, поэтому он погребен, похоронен в том же храме, где похоронены они. Равнопостольными мы называем нашего князя Владимира и княгиню Ольгу. Равнопостольные называют святую Нину, просветительницу Грузии. То есть те люди, в большинстве своем это правители, а бывает и просто, вот как святая Нина, это проповедница, женщина, которая обошла всю тогдашнюю иверию с проповедью христианства. И те, кто потрудился настолько успешно, что народы, в которых они проповедовали или способствовали принятию проповеди Христовой, стали христианскими и до сих пор ими остаются. Вот это чин такой вот святости равноапостольной. Есть такой вот чин, как святители. То есть это епископы, которые тоже своей жизнью засвидетельствовали такую вот верность Христу, Церкви и ревность о проповеди Слова Божьего. Ну, правила веры и образ кротости. Так начинается тропарь, то есть песнопение, посвященное святителю Николаю, наверное, самому известному и самому почитаемому из святителей Церкви Христовой. Их очень много. В разных странах в разное время жили архиерей, которые действительно были правилом веры и образом кротости для своих посомых и остались в их памяти как святые, как святители. Такой чин святости, как мученики, он характерен для всего времени существования Христовой Церкви. С мучеников началось христианство, да. Христиан к львам, к ричи такой в языческой Римской империи, буквально прозвучал в первом веке нашей эры, когда христиан их считали всесветными возмутителями, их считали людьми, которые вредят государству, которые не хотят подчиняться государственному закону, а исповедание языческой религии было не просто делом совести отдельного человека, это было государственное дело. И если человек отказывался исповедовать веру, которую разделяет император, то он был государственным преступником, и его, соответственно, чьим образом или пытали, или казнили, а чаще всего и то, и другое. Но, собственно говоря, греческое слово «мортирос», «мученик», оно переводится как «свидетель». И для огромного количества тех людей, которые видели то, как христиане шли на смерть ради исповедания своей веры, не отказывались от неё, для них это было свидетельством того, что христианство – это не просто некий свод правил и неубеждений, а что христианство – это истина, ради которой люди не боятся даже смерти. Вот поэтому, как сказал Тартулян, кровь мучеников – семя христианства. Вот поэтому мученики практически с первого века христианской эры до сегодняшнего дня, вы знаете, что и сегодня в мире ежедневно убивается несколько христиан, потому что только за то, что они христиане. Это тот вид святости, который не прерывается до сегодняшнего дня. А чем великомученики, новомученики и священномученики отличаются? Новомучениками называют тех, кто пострадал в недавнее, в новое время. Ну, скажем, в России это новомучениками называют тех, кто пострадал в 20 веке. Великомученики – это те, кто не просто был убит или каким-то образом казнен за исповедание Христа, а предварительно был мучен, пытаем, очень жестоким. И когда читаем в «Житиях святых» о древних пытках, нам иногда кажется, что такого быть не может в принципе, что люди не могут так мучить других людей. На самом деле, тут вот нет предела вот этим вот страшным вещам. И вот даже достаточно почитать мучения святого Георгия, которого колесовали, да, там, я даже не хочу приводить этих подробностей, которых строгали, которых поджаривали на решетках, на раскаленных углях. Один из таких мучеников, и уже умирая, своим мучителям сказал, один бог уже испекся, переворачивайте на другое. Да, вот такие вещи, которые просто не отказываются вмещать в сознание. Вот такие претерпевшие такие испытания, такие мучения называются великомучениками, потому что их мучения действительно велики и превосходят человеческое воображение даже. Вот, исповедниками называют тех, кто, хотя и претерпел мучения, но выжил. Как вот, или какие-то злострадания, заключения, как преподобно исповедник Гавриил Меликевский, да, он... – Перенёс много, да. – Много перенёс, но он умер в своей смерти. Он не был убит, расстрелян, не был, да, замучен до смерти. Вот он потом вот уже освободился и скончался уже своей смертью. Вот, преподобными называют монашествующих, те, которые своей жизнью поставили за целью уподобиться Богу, Спасителю, и достигли этой цели, исправив недостатки своего характера, своих каких-то человеческого существа, смогли достичь святости в отречении от мира, в аскезе. Вот, они называются преподобные. Их тоже очень много, и они были, наверное, на протяжении всей христианской истории. Благоверными называют обычно правители, которые жили благочестиво, и одной из главных задач своего правления ставили не просто экономические успехи или военные завоевания, а вот создание максимально удобных условий для спасения для своих подданных. То есть строительством храмов, развитием просвещения, книжности, искусств церковных, покровительствовали живопись, иконопись, церковному пению и так далее. Вот такие вот благочестивые правители, которых мы называем благоверными. Бессребрениками называют врачей, которые, как видно из самого этого слова, не брали денег за своё искусство, за врачевание, а делали это безвозмездно, вспоминая слова Господа о том, что даром приняли, даром и давайте. Те способности, те дары, которые у них есть, те знания, которые у них есть, они как бы даны Богом без какого-то безвозмездно, вот так же они ими должны делиться с окружающими людьми. Ну вот, и дальше, наверное, праведные, юродивые. Ну, юродивые – это мы знаем по блаженному Андрею Симбирскому, да, те, которые, как сказано, смеются миру. И, наверное, вот основные виды святости я перечислил. Есть вопрос ещё от зрителя. Что значит слово «начертанный»? Например, есть преподобные Феодоры Феофанны Чертанные. Фёдоры Феофанны Чертанные – это исповедники, которые пострадали во время иконоборческого гонения. В Византии больше полутора сотен лет длилось так называемое иконоборчество, когда императоры объявили иконы идолами и старались. Ну, такое вот, как бы, раньше времени такое протестантствующее нововведение, но только протестанты возникли уже на более позднюю эпоху в Европе, это было в Византии под влиянием ислама, с которым некоторые византийские императоры всё-таки хотели как-то ужиться и найти какой-то общий язык и общий знаменатель. И вот были объявлены, что иконы – это идолы. Феофан и Фёдор – это два монаха, а в основном монахи были оппозиции этому движению, которые защищали иконы и были всячески брошены в темницу, там от них требовали, как по обычаю того времени, отречься от своих убеждений, тоже мучили их, пытали. И, в числе прочего, одно из таких вот пыток, как бы, и насмешек было, то, что у них на лице были такими вот острыми иглами вырезаны целые тексты. Представляете, в живом человеке вырезаны вот такие ругательные стихи, о которых они там, ну, такие были порочащие их самих слова. Память о них вот так вот осталась, и такое вот прозвище. Но это не чин святости, это именно вот относится к ним, к этим двум, да, начертанные. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова